А сейчас я хочу рассказать еще одну часть всего этого, из этой же самой истории. Ее немножко сложнее увидеть, но она присутствует в Священном Писании, и очень важно разобраться. Некоторые считают, что рассказ библейский очень последовательный, одно событие, потом другое, третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. На самом деле Библия никогда не преследует какие-то четкие последовательности. Если мы хотим найти какие-то исторические вещи в Библии, нам нужно покопаться, и это нормально, покопаться, поизучать. Но Библия поднимает принципы, принципы жизни и откровений Господних. Именно поэтому Павел говорит, все Писание для научения, для исправления, для наставления в истине полезно. То есть принципы наверху лежат, а исторические вещи в них копнуться нужно. Но есть интересная штука. Мы начали читать всю эту историю с 37 главы. Иаков жил в Харане, и пошла история про его сына Иосиф, был 17 лет и так далее. Но во всей этой истории нет ни одного слова про Ицхака, отца Иакова. А ведь если мы посчитаем, то увидим, что Ицхак к моменту похищения или продажи Иосифа еще был жив. Он прожил 180 лет. И история, если мы открываем 35 главу, то с 27 стиха сказано, Иаков пришел к своему отцу Исааку в Кириат-Арбу, в Хеврон, где жил некогда Аврам, а потом Исаак. 180 лет прожил Исаак, он умер старцем, насыстившись жизнью, скончался, отошел к предкам. Его похоронили сыновья его, Исав и Иаков. То есть написано здесь, что на каком-то периоде жизни Иаков приближается и становится жить там, близко к своему отцу. Я абсолютно не уверен, что он только на похороны пришел. Он пришел значительно раньше. Но это время, когда как раз Иосифа продали братья. И вот здесь нам нужно рассмотреть еще одну интересную вещь. Во-первых, Иаков. Он уже много лет называется Израилем. Но с момента похищения или пропажи Иосифа, его имя опять становится Иаков. Как будто откровение отходит от него. Израиль тот, который пережил схватку с ангелом Исава, а потом через несколько времени от Господа Бога получает имя Исраиль. Ты Божий князь на земле. Вдруг отказывается от этого имени. Опять Писание называет его Иаковом. А если мы еще учитываем, что он пошел жить к Ицхаку, своему отцу. И вот они двоем. Отец, который потерял сына, страдает. И его отец, то есть дедушка Ицхак. Теперь разберем этих двоих. Ицхак. Мы помним, что в свое время Авраам поднимает его на жертвенник, чтобы заколоть. И этот человек, который прошел практически смерть, Ицхак, сознательную, был взрослым, когда был поднят Авраамом на гору. А потом он, переживший откровение Творца. Его даже внешне тоже, как Авраама, называли князем Божьим. То есть в еврейском понимании это был величайший праведник Ицхак. Не как его некоторые называют человеком, который был, любил только поесть. Совершенно нет. Это был человек невероятного духовного прозрения, близок к Святому Духу. Иаков, его сын, тоже прошел историю с Лаваном, отторжение, разговаривал с Господом Богом, боролся с ангелом. Сам ангелов посылал, написано, послал ангелов навстречу своему брату Исаву. Там в еврейском написано не про людей, а про ангелов. То есть человек, который знал голос Божий, вдруг эти оба, история, Иосиф пропал. Что нормальный человек делает в этой ситуации? Он молится, он говорит, Господи, открой мне, открой мне, открой мне. Эти два праведника находятся много, много, много лет в абсолютном неведении. И Святой Дух ничего им не открывает. Святой Дух как бы молчит, как бы отходит от них обоих. Они оба находятся в страдании чисто человеческом. И не только человеческом. То есть по-человечески один потерял своего любимого сына. Не просто сына даже, а любимого. Любые дети любимые. Но это был любимый, Писание говорит. И его отец, Ицхак, видя страдания своего сына Якова по его любимому сыну, наверняка тоже внутри ежится весь. И оба они, кроме человеческого этого чувства, переживают невероятное страдание еще по одному вопросу. Каждый из них был последовательным носителем Божьего факела, грядущего. Они понимали оба, что Иосиф должен подхватить этот факел и понести его дальше. И вдруг Иосиф пропал. То есть они по-человечески страдали и духовно пропали, как будто дело их жизни. И того и другого в какой-то момент подошло к тупику. И Господь Бог ничего не говорит. Они находятся в полном неведении. Ни ангела не пошлют объяснить, ни пророка. Они сами пророки, но их глаза и уши закрыты, ничего не слышат. Ради чего все это? Ицхак, по крайней мере, был жив, пока Иосиф проходил тюрьму, пока проходил дом Патифара. Когда он стал уже правителем Египта, наверное, к этому времени Ицхак-то и умер. И еще через какое-то время Иаков вдруг узнает, сын мой жив, не с печалью я сойду в могилу, а уже более радостным человеком. Но для чего вся вот эта вот рутина страдания, для чего она нужна была? Чтобы 80 евреев на каком-то этапе выжили голод? Разве Господь Бог о 80 не мог позаботиться в Ханаане? Разве во время великого голода Бог не сказал тому же самому Ицхаку, оставайся здесь, никуда не ходи? И так его благословил, что ему было больше, чем всем остальным, он всем остальным давал? Так что, 80 Господь Бог не мог позаботиться в Харане, в Ханаане? Конечно, мог. Для чего же вся эта история? Знаете, ответ очень ясен. Ради Египта. Иосиф спускается в Египет и избавляет от голодной смерти миллионы людей. От голодной смерти избавляет миллионы людей. Но его родной отец и его родной дед и раскаившиеся братья находятся как минимум 17-20 лет в шоковом состоянии, не зная, что же ожидать, страдая внутри. А от этих двух старших патриархов Ицхака и Якова, как будто Святой Дух отходит, они молятся и не получают никаких ответов. Ради Египта, вы знаете, Писание дает нам поразительную сравнительную картину с Иешуа Гамашиехом, с Иисусом Христом. Он любимый сын, но его как будто народ израильский не воспринимает. И вот это вот неприятное, неприятие ввергает Израиль в многолетние внутренние дилеммы, осознанные или неосознанные, неважно, ради кого? Ради всех язычников мира, Иешуа становится подобно Иосифу, вот этим избавителям всего мирового Египта. И подобно Иосифу потом открывается братьям таки, он откроется Израилю всему. Я заглавил этот урок тайной трех юд. Почему трех юд? Потому что Ицхак, Иаков, Иосиф, все это начинается с юд. Ицхак, он также символ Иерусалима, храма, он на жертвеннике был. Иаков – это израильский народ, а Иосиф – это прообраз Иешуа. Во времена Иешуа храм против него, как будто в смятении, подобно Ицхаку. Израильский народ не видит своего обитованного, а Иешуа страдает и становится царем и избавителем всех Гоим. Смотрите, как вещи повторяются. Радует одна вещь, что в конце концов он открылся своим братьям. Радость была великая. Израиль, Отец его восторжествовал. Избавление пришло как всему Египту и окружающим народам, так и семье самого Исраиля. А откровение для братьев было просто потрясным. Когда откроется Иешуа своим братьям, нашему народу, всему народу, не только начаткам, мессианским евреям, но и всем остальным. Это будет великая драма, все будут плакать, написано, и увидят его, и восплачут о нем, и будут рыдать о единородном. Избавление придет, и это будет потрясно, потому что исцеление придет на весь мир. Но Писание давным-давно показали нам эту пророческую картину, и она просто невероятна. Я хотел бы этими словами закончить урок, напомним вам о том, что случилось с Иудой, и с Тамар. Странная ситуация, очень запутанная, очень вязкая. Многие из вас проходят подобные обстоятельства в жизни. Но если вы остановитесь и будете смотреть на Господа Бога, Он пошлет вам перец, прорыв, фарес, Сына Божьего, который раскроет вам дверь и даст вам участвовать в цепочке божественных дел, которые Творец хочет провести на земле. И вас используя, и нас, и всех нас используя, чтобы свою славу явить здесь, посреди этого мира, который так нуждается в откровении сынов и дочерей Божьих. Пусть Бог благословит всех вас. Будьте с нами. Оазис Медиа. Шалом из Израиля. Субтитры подогнал «Симон»